МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автоматные очереди раздавались минувшей ночью в районе Мироновского, Опытного и Майорска. Авдеевка попала под минометный обстрел, сообщает в СНБО. Неподалеку населенного пункта Павлопель, Волновайского района Донецкой области, отбылось боевое заткнение. Перестрелки время от времени слышат и жители Песок. Люди говорят, в квартирах холоднее, чем на улице. В домах нет света и воды. Сплю, вот так вот одет и вожусь. Три одеяла и всё. Вода в комнате, всё замёрзшая. Не подогреть, не поесть, ничего нет. Жители Углегорска возвращаются домой. Однако после недавних боёв жить многим теперь негде. Квартиры превратились в руины, во многих побывали мародёры. Только первый день приехала посмотреть, что с квартирой. Квартиру ограбили, ну, повыносили мелочь, то, что там особенно целого не было. А так дом у нас хороший. Крыши нет с одной стороны, с другой стороны трёхэтажные. Две квартиры выгорели. Очень нам не скучно, к сожалению. Воды и тепла в домах нет, трубы замёрзли. Чтобы помочь привести город в порядок, в Углегорск приехали дворники из соседнего Янакиева. Да уже не первый день. Двух сторон идём. Приводим в порядок. Выгребаем всё. Там горы, он видит сколько. В соседнее Дебальцево также продолжают возвращаться местные жители. В Дебальцево больше всех пострадало, и всех. В Иловайска даже. Те, которые приехали, говорят, мы в Иловайске такого не видели, как в Дебальцево. Мы тут текали и это, и под градом, и под это. Горячий обед здесь можно приготовить только на костре. Город по-прежнему обесточен. Возле городской администрации продолжает работать полевая кухня. Слушай, аж подставим, ставим и подходим. Подходят люди, мы раздаём. В Донецке тихо. Во время интенсивных обстрелов города в Кубышевском районе снаряды приземлялись каждый день. Сейчас люди пытаются сохранить то, что осталось от их домов. Восстанавливать жильё им не за что. Как я его восстанавливаю? Пенсию поддали, с августа месяца не получаю. Я сам потихоньку. Тепло будет. Цемент покупать и потихонечку копаться. Мир хочется, чтобы был мир. Все люди хотят мира. И больше на сегодняшний день ничего люди не хотят. Война никому не нравится. Что я могу сказать? В войне, я думаю, что... Жили, работали. Ну а теперь просто живём, и то слава Богу. Это всё дальше. Будем как-то дальше жить. Я не знаю, как, правда, пока ещё. Светлана Павлякова, телеканал Донбасс. Перестрелки не смолкают и на Луганщине. О них сообщают жители сёл Крымское и Сокольники в районе трассы Бахмутка. Тем временем местные власти пытаются возобновить автобусное сообщение с посёлками Нижнее и Светличное в направлении Северодонецка и Горского. О жизни на линии фронта. Материале Анастасия Пугач. В одну линию, под два человека становимся. Не давайте, не давайте. Я завтра ещё приеду. Полуразрушенная, попасная, оставшиеся в городе. Старики стоят в очереди за гуманитарной помощью. Такие продукты один раз за год получили. Ярослава Тищенко вместе с дочерью и внуком два месяца укрывались от обстрела в подвале. Сейчас в городе тихо, но семья продолжает жить в подземелье. Идти им некуда, их дом разрушен. Пенсионерка рассказывает, это вторая война в её жизни. А это посёлок Чернухино. До войны здесь проживало 6 тысяч человек. Сейчас осталось несколько десятков. Из посёлка не выехали лишь пожилые люди. Во время интенсивных боёв за Дебальцево перестрелки шли прямо на улицах. А я трехлаты пролез туда, лёг под стенкой. И как начали стрелять. Ну, настреляли вон три этих снаряда. Там снаряды такие рвались. Детворя повезли, а я один остался. Чернухино оставалось горячей точкой на протяжении четырёх месяцев. Сейчас в посёлке разбиты все коммуникации. Ездили на работу на электричках. Мы разбомбили все электрички. Свет нам по изоляторам стреляют. Как нам живут? Без света в общей сложности четыре месяца уже живём. Выживают селяне за счёт бесплатного хлеба и горячих обедов, приготовленных на полевой кухне. В селе Троицкое гуманитарную помощь для местных жителей сгружают в полуразрушенном храме. В селе не работают магазины. Нет света. Люди практически отрезаны от мира. Мост на выезде из села разбит снарядами. Автобусы не ходят. Поэтому вместе с продуктами областные власти привезли сюда и пенсии. По словам губернатора области, в похожей ситуации находится 60 прифронтовых сёл Луганщины. Анастасия Пугач, Телеканал Донбасс. В Донецкой области создадут три военно-гражданских администрации. Продолжат мобилизацию и призовут к службе в вооружённых силах Украины солдат-срочников. Из Краматорска Алексей Куделя. Для защиты мирного населения и территории в Донецкой области создадут три военно-гражданские администрации. Областную и две районных. Временные органы власти будут работать до окончания антитеррористической операции. Делает заявление губернатор Донеччины Александр Кихтенко. Мною принято решение и надо нападание в администрацию президента стосовно утворения висково-цивильных администраций в Донецкой области, в Маринском районе, в Волновасском районе. Также, по словам председателя облгосадминистрации, подобные администрации появятся и на местном уровне. Предположительно, в Авдеевке, Красногоровке и Углидаре. Новые органы власти смогут вводить комендантский час, ограничивать передвижение граждан и транспорта. Также при необходимости проводить эвакуацию населения. Ещё, чтобы не допустить диверсий, в каждом городе чиновники планируют создать военные подразделения для охраны важных объектов. А если мэры городов не поддержат такую инициативу, пойдут служить сами, пригрозил губернатор. Я с каждого из вас буду запитывать, безпосередньо конкретно, за стан комплектования этих взводов и рот. Если кто-то не будет выполнять эти распоряжения, будем призывать руководство, отмобилизовывать. Ставить командирам и рот там, и тогда, может, будет лучше идти комплектование. Пока в армию отправили 347 человек, из них 35 офицеров запаса. План по мобилизации в области выполнен на 44%. Многим не удается вручить повестки, говорит военком Краматорска и снова делает заявление. Солдат-срочников в зону АТО отправлять не будут. На мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет, а призыв на срочную военную службу, те, которые не проходили службу, от 20 до 27-летнего возраста. Эти люди, которые от 20-27 летнего возраста, в зону АТО передистанцироваться или служить не будут. Они тут просто получат начальные навыки прохождения службы и так дальше, получат военную учетную специальность и вернутся домой через 18 месяцев. Тем не менее, добровольцы в местных военкоматах все же есть. Илье всего 19, но несмотря на юный возраст, парень готов пополнить ряды вооруженных сил Украины. Родился в Украине, рос здесь, Украина дала образование. Сейчас началось такое, надо отстаивать свою позицию. Тем временем чиновники обещают, высококвалифицированных рабочих от станков никто отрывать не будет. Мобилизовать необходимую для работы технику у предприятий тоже не собираются. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс. Более чем в шесть раз подорожает с 1 апреля газ, который украинцы используют для приготовления еды. Такое решение приняла сегодня национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Почти в три с половиной раза вырастет минимальный тариф для населения на газ, используемый для отопления. Для предприятий тепло коммунэнерго, которое производит тепло для населения голубое топливо, подорожает в два раза. Но и это подчеркнули в НКРА лишь на четверть компенсирует стоимость импортного газа, на котором работают предприятия. Тарифы на газ в Украине были подняты по требованию главного кредитора страны, Международного валютного фонда. Верховная Рада приняла с пятой попытки, предложенной правительством закон, направленный на тотальную экономию. В госбюджете не хватает средств, а еще необходимо соответствовать требованиям Международного валютного фонда. Итак, работающим пенсионерам заработок, которых превышает полторы тысячи гривен, урежут пенсии на 15%. Это не коснется военных, инвалидов, участников АТО, членов семей погибших. Депутаты одобрили и поэтапное повышение на пять лет льготного пенсионного возраста. Также поэтапно на пять лет повысится и страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по выслуге лет. Для начисления пенсии теперь будут использовать среднюю зарплату по Украине за 2012, 2013 и 2014 годы. И с 1 июня полностью будут ликвидированы спецпенсии. Нововведения вступят в силу 1 апреля и будут действовать до конца текущего года. Потом их могут отменить. Это был компромисс, на который пошло правительство, чтобы депутаты приняли закон. Не голосовала за скандальный закон фракции «Оппозиционный блок», как заявила народный депутат Наталья Королевская. Постоянное уменьшение пенсии, зарплат и социальных пособий, падающая гривна и растущие тарифы – все это парализует социально-экономическую сферу страны. Мы прекрасно понимаем сложную ситуацию в экономике. Мы прекрасно понимаем, как непросто сегодня находить ресурсы. Но будьте смелыми. Если у вас не хватает сил поднять сегодня социальные стандарты и дать людям пенсии и заработные платы, то хотя бы не забирайте у людей последний кусок хлеба. Наша задача – это реформирование экономики. Но реформировать экономику путем ликвидации социальной защиты недопустимо. Недопустимо сегодня уменьшать пенсии, повышать пенсионный возраст и делить людей на категории. Принятый Верховной Радой закон ограничивающий выплаты работающим пенсионерам уже прокомментировали во всей Украинской Ассоциации Пенсионеров. Там новый закон назвали, цитирую, «массовым наступлением на права людей пенсионного возраста». «Ци пенсионеры, скажем, які працюють, вони вже сплатили свою, вони вже пенсию мають. Тобто всі вони страхові платежі за свій вік, вони сплатили. Вони з точки зору нормальної логики, нормальні держави, вже не мають ніяких сплачувати платежів. Тобто пенсія вже є. І раз у них вже є пенсія, і їм призначена пенсія за віком, вони вже не мають платити, скажімо, при роботі, якщо вони облаштувалися. Так роблять багато країн». Около одного мільйона жителів Донбасса могут остатися без света і води за возможной остановки Зуївський ТЕС. Об этом сообщили в компанії ДТЕК. Так же в случае остановки теплоэлектростанції энергетический коллапс грозит около пяти миллионам человек из разных областей Украины. В данный момент запасову угля на ТЕС осталось на три дня работы. С конца января со стороны украинских силовиков был введен мораторий на движение вагонов. В направлении Зугреса, где и располагается станция, для подвоза топлива нужно разрешение Минобороны и СБУ, пока энергетикам получить его не удалось. Если в ближайшее время уголь не появится и температура воздуха опустится ниже нуля, Зуївская ТЕС больше не сможет работать. Зуївская станция уголь сожжет, прекратит свою работу. Без света останутся как жители Донецкой области, которые контролируются территории, которые не контролируются. Мы прекращаем водоснабжение на обе территории. Для того, чтобы привезти уголь на настоящий мест, необходимо получить разрешение. Мы уже на протяжении трех недель обращаемся, пишем письма, объясняем, почему это необходимо. Но решение не принято до сих пор. Какие причины, почему нет, нам не боится. Углегорская теплоэлектростанция получила первую партию угля. 150 вагонов с топливом прошли через Дебальцевский железнодорожный узел. Об этом заявил вице-губернатор Донецкой области Александр Клейменко. Он также сообщил, что на подконтрольной Украине территории осталось 27 шахт. Но наиболее дефицитные марки угля, антрациты и тощие, остались в городах, не контролируемых Киевом. Чтобы поставлять стабильно это топливо на углегорскую ТЭС, отметил Клейменко, усилий облгосадминистрации недостаточно. В общем-то, у меня к ним был один вопрос. Весь остро-дефицитный уголь марки А, это Ашовская группа, группа антрацитов и тощие марки угля, добывается. Это Ровеньки антрацит, Свердлов антрацит, запасы там порядка 3 миллионов тонн, те, которые лежат на складах. В данный момент эти угли сжигаются на Старобешевской ТЭС. Пока нет политического решения, чтобы этот уголь пошел на нашу славянскую ТЭС. Без поставки угля марки А славянскую ТЭС запустить невозможно. Украинские энергетические секторы сейчас на грани коллапса. Это отметили представители отрасли на энергетическом форуме Адама Смита в Киеве. Участники рынка не понимают, как будет развиваться отрасль в условиях ручного регулирования. Операционные вопросы, где брать уголь для электростанций, которые не вывозятся из зоны АТО. Как работать при убыточных тарифах и рекордно низких показателях платежей. Соседствовали с вопросами стратегическими. Острой необходимостью внедрения прозрачных правил игры для отрасли и не менее срочное начало ее реформирования. Все энергетики отмечали, что этой зимой Украине повезло с теплой погодой, которая не позволила украинцам замерзнуть. Но предстоящий отопительный сезон будет провален, если сейчас не будут приняты профессиональные решения. И самая большая проблема наша, что мы выходим из этого отопительного сезона без четкого понятного плана, как нужно готовиться к следующей зиме. Мы должны наконец-то начинать реформы, реально, а не рапортуя о тех проблемах, которые мешают делать реформы. И мы должны уйти от ручного управления отраслью и в конце концов сесть за стол переговоров с игроками основными энергетической отрасли. О том, что украинской энергетике нужно более эффективное управление, говорил и Янес Копач, директор секретариата энергетического сообщества. Он отмечал, что нужный стране проект закона был рассмотрен и принят Кабмином, но потом в течение месяца его не передавали на рассмотрение в Раду, так как кто-то не мог вычитать запятые. Это пример неэффективности государственного управления в Украине, отметил европейский эксперт. Он согласился с выступлением главы ДТЭК, что в Украине существует очень много неэффективных процессов в управлении энергетическим сектором. Сегодня утром из Днепропетровска в Мариуполь прибыла первая колонна уже 16-го рейса гуманитарной помощи Рината Ахметова. Всего в марте планируют отправить 5 колонн, которые доставят гуманитарную помощь мирным жителям 57 населённых пунктов. Подробнее Юлия Меншакирова. Перед отправкой 25 фур, которые везут гуманитарную помощь, проверяют бойцы батальона Днепр-1. Аккуратненько. Несмотря на то, что колонна направляется в Мариуполь, город подконтрольной Украине. Всё, порядок. В грузовиках провиант для формирования 25 тысяч продуктовых наборов. Крупы, макароны, тушёнка, растительное масло. Все товары имеют сертификаты качества и сопроводительные документы. Везут и детское питание. Из него волонтёры сформируют для малышей 6 тысяч наборов, которые поделят на две категории. От рождения до года. Сюда входят и подгузники. И от года до двух. В такой пакет при сборе добавляют овсянку. Из-за продуктовой паники, из-за роста цен, были достаточно большие сложности с тем, чтобы закупить продукты. Но гуманитарный штаб справился. Мы полностью, в полном объёме закупили весь необходимый объём помощи. Игнат Ахметов неоднократно заявлял, что помощь будет доставляться столько-столько нужно и в тех объёмах, которых необходимо. После того, как волонтёры металлургических комбинатов расфасуют помощь в продуктовые пакеты, наборы отправят в города компактного проживания переселенцев. Светогорск, Краматорск, Константиновку, Дружковку, Дзержинск, Новогродск, Доброполье, Северодонецк, Сватово. А также в населённые пункты на линии соприкосновения. Авдеевку, Курахово, Угледар, Светлодарск. На этой неделе ещё одна колонна 16-го гуманитарного рейса Рината Ахметова отправится в Донецк. За последние дни цены на продукты в городе подскочили вдвое, а сбережения у жителей закончились ещё раньше. Цены вообще очень большие. И не знаю, вот эта помощь, что я говорю, так терпим, уже ждём целый месяц, растягиваем всё это. Особенно гуманитарную помощь ждут инвалиды и пенсионеры. Они более полугода не получают пенсии и соцвыплат, а с повышением цен и вовсе оказались на грани выживания. Пенсию не платят, работу забрали. Так что, ну, закрыли производство и нет. С чего живёте? Ну, за такой помощь. Это просто нам, как это, манна небесная с неба. Эта помощь нам очень необходима. Всего в марте в рамках 16-го гуманитарного рейса Рината Ахметова планируется отправить мирным жителям Донбасса четверть миллиона продуктовых и 30 тысяч детских наборов. Юлия Меншакирова, Данила Киреев, телеканал Донбасс. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Наш выпуск на этом завершается. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!